Новый взгляд на музейные решения. Так экспертное сообщество конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» назвали проект «Спор о Бороде». Из 419 заявок было выбрано всего 18. Это, конечно же, высокая оценка работы музея и конкретного проекта, который был заявлен со стороны экспертов. Номинация «Музейный старт» благотворительного фонда «Потанин» дает возможность и ярославцам увидеть нечто новое. Эта экспозиция будет посвящена «Спору о Бороде», который состоялся в начале XVIII века в митрополитических палатах, одном из зданий в Музее древнерусского искусства Ярославского художественного музея. Насыщенная фестивальная жизнь интермузея – это еще и работа стенда. Ярославцы представили свой новый проект Александра Михайловича Пикушина и Ярославский Ломоносов из крестьян в академике. Этой теме посвятили мастер-класс и викторины привезли фильм о великом земляке. В простатильском блоке художественный музей тоже оказался на уровне. Диплом финалиста конкурса в номинации «Лучший проект в сфере музейного образования» за проект «Дом в разрезе». Ярославский музей был представлен просто блистательно. Вот программа, которая касалась такой детективной истории, связанной с картиной, и всех тех мероприятий, всех тех событий, которые были организованы вокруг этой программы, просто одна из самых интересных, которые нам были представлены, которые мы рассматривали. Проект «Дом в разрезе», посвященный картине Глебовой поры, так понравился питерцам, что они решили выделить ярославцев и тоже наградить. Проект по истории русского авангарда, особенно ленинградского авангарда, поскольку мы из Петербурга, он для нас такой сердечный проект, поэтому мы решили, что да, это тот проект, который является платформой, где прошлое встречается с настоящим и выражается в таком новом уровне взаимодействия с нами. А в апреле Ярославский художественный музей, надо сказать, единственный из российских, вошел в длинный список европейского конкурса «Лучший музей Европы». И хотя музейный «Оскар» взяли другие, само участие – показатель. Музей очень достойно выступил, музей очень хорошо выглядел на общем фоне, ну а победа – это во многом лотерея в том смысле, что никогда не знаешь, с кем ты будешь конкурировать. Специальный приз от Музея кино за оригинальность представления киноискусства в музейном проекте и награда «Музейный гик». Это уже за достижения в мультимедиа. Словом, год прошел в трудах, и они не остались незамеченными. Марина Смарагда, Михаил Орлов.